Ну что, Роман, погнали? Погнали. С войнами. Суд выслушает ваше ходатайство имения всех сторон. Можете размечать вашу аппаратуру, производить видеожапись, тем, чтобы данная запись не касалась состава суда. Ах ты мой хитрец! Ах ты моя хитрюга! Да, вы приобщаете? Потому что в моем случае у нас гласность процесса. Данные документы вы можете озвучить в судебном заседании. И соответственно, у каждого материала дела данный вопрос будет разрешен. Вы даете ваши требования, вы такие поддерживаете, да? Вы признаете исковые требования? Я тоже. Ни в какую честь его признаете? Ёбаный в рот, так как так-то? Ну вот, что представитель ответчика факт выявил о нарушении ИСЦОМ. Не оспаривает. Не оспаривает, нет. Они не оспаривают. То есть в отзыве на исковое заявление они не оспаривают. Признают, что истекший срок годности был. Тогда как, значит, в ответе на претензию они сослались, что ему якобы товар по техническим параметрам не подошел. Вот. Уважаемый суд, я бы хотел поправить слова своего заявителя. Перебивать друг друга нельзя. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Это может только суд. Вы за счастливы? Если я перебиваю, я извиняюсь. Вы просто берете так вот. Вот нарушение порядка в судебном заседании стоит тысячу рублей. Вот это повар. Статья 5 закона о защите прав потребителей, пункт 4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары изготовитель обязан устанавливать срок годности, период, по стечению которого товар считается непригодным для использования по назначению. Таким образом, в законе о защите прав потребителей нет разницы между просроченным молоком, просроченным подгузником, просроченными капсулами для стирок, просроченной ручкой. Если речь идет именно о сроке годности, не о сроке гарантии, не о сроке службы, здесь речь идет именно о сроке годности. Поэтому я, как потребитель, строю аналогии. Возвращать в магазин молоко, которое я вылил в кастрюлю, я не обязан. Я предоставляю магазину упаковку. Согласно упаковке, товар на момент продажи был некачественным, просроченным. То же самое, если я съем какую-то колбасу, и потом с меня будут требовать эту самую колбасу, я буду предоставлять только маркировку от нее, что она была просрочена, я не представляю себе, куда я должен подойти в какое-то служебное помещение магазина, чтобы каким-то образом из себя эту колбасу обратно вытащить. Я не обязан возвращать некачественный товар. Я предоставил факт того, что товар на момент продажи был просрочен. Предоставил упаковку, согласно которой товар был просрочен на год. Для меня это вообще шок, что товар может быть просрочен на год. Это какими служебными обязанностями должны заниматься сотрудники магазина, чтобы не заметить, что в течение года товар был просрочен. Мне кажется, что они просто, сам факт того, что ручка может быть просроченной, они просто об этом не знают. Да, уважаемый суд, я поддерживаю долг до своего доверителя. Стоит отметить, что гелевая ручка не является товаром, технически сложным товаром, где возникает необходимость действительно возврата продавцу. И чтобы этот вопрос, допустим, разрешался, они предложили экспертизу и так далее. Хочу отметить, что в силу пункта 1 статьи 13 закон о защите прав потребителей из-за нарушения прав потребителей, изготовитель, исполнитель, продавец и так далее несет ответственность, предусмотренную законом или договором. Как и ранее сказано моим доверителям, действительно, в силу пункта 5 статьи 5 закона о защите прав потребителей, продажа товара, выполнение работы и так далее. По истечению установлено срока годности, а также того товара, на который должен быть установлено срок годности, если он не установлен, это запрещается. На основании этого, значит, хочу отметить состава суда, что в поданных возражениях нашему оппоненту мы просим обязать Трио Алекс прекратить противоправные действия по реализации товара с истекшим сроком годности в отношении определенного круга потребителей. Вот, может быть, это как-то в порядке частного внесения, ну, частного определения или как-то будет изложено в решении. Скажем, если бы мы являлись официальной общественной организацией, то тогда бы мы требовали состава суда опубликования такого решения, то есть, чтобы суд обязал их опубликовать. Но... Это не к нам. Да. Обязать это не к нам. Да, но являясь общественными деятелями, все равно составу суда это известно. Казанцев неоднократно в этом Алексе даже вчера, зайдя, обнаружил кучу просроченного товара. Роспотребнадзор, пожалуйста. Они имеют на них, ну, как бы, возможность реагировать на каждый случай. Да, да, да. Мы сейчас говорим конкретно по ущемлению прав потребителей именно... Вот, именно конкретно. Истца. Да. Именно то, что коснулось моего доверителя в части товара ненадлежащего качества. Вот. И отказом в возврате уплаченной им денежной суммой. Вот. Претензию проигнорировали. Следовательно, моральный вред и так далее. Все в соответствии... Чем причинен моральный вред? В чем он заключается? А в том, что ему пришлось обращаться к представителю ко мне, то есть за предоставление юридических услуг, консультирование, вот, уплаты денежных средств. На представление его интересов. Обращением в суд, волокиту создало это определенное. Деньги-то мой доверитель до сих пор не получил за товар ненадлежащего качества. Уже, извините, время-то прошло... Покупка-то была в феврале, а сейчас уже июнь месяц. Длительное время. Вот. Вот. Доверитель испытывает нравственные страдания, что так исполнитель, продавец относится к потребителям и являясь общественным деятелем, постоянно непосредственно работая с продавцами, с индивидуальными предпринимателями, с крупными сетями, которые понимают закон о защите прав потребителей и идут в рамках закона, постоянно выполняя, да, ну, то есть, идя на определенные действия, утилизации, возвраты денежных средств и так далее. Алекс же идет в разрез с законодательством и не исполняет данные действия. Таким образом, мой доверитель испытывает нравственные страдания, что его, значит, деятельность игнорируют просто. Деятельность какую? Его общественную деятельность. Он ведет общественную деятельность по всем. Вот давайте конкретно про ответочки, про данные случаи. Понятно. Да, и более того, такой случай, он стал резонансным, известным новостным группам, тульским новостям, где в средствах массовой информации уже опубликовано то, что на рассмотрении у вас в производстве такое дело. Блогеры известные, Артем Волков и так далее, к слову сказать, вот Казанцев, это его оператор, об этом случае наслышаны, над ним насмехаются. насмехаются потому, что Алекс не возвратился за какую-то ручку, тогда как Казанцеву отдавали денежными средствами более крупные сети тысячами рублей, поэтому он морально подавлен. Суд рассматривает только определенное конкретное дело в рамках заявленных исковых требований. У меня суд уточнял, чем испытывает, я поясняю. Понятно. Нарушением его прав потребителя. Ты правильно поняла? Закон. То, что вы сказали, я понимаю так, да? Нарушение его прав потребителя. Вы готовы что ли дополнить по моральному вреду? Я в итоге вам. В итоге вам. Понятно, пожалуй. Так, вопросы есть? Уважаемый суд, дабы не нагружать данный процесс, вот эта вся лирика, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Да, я уж все поясню. Вы, пожалуйста, вы не признаете исковые требования в полном объеме, пожалуйста. Почему вы не признаете, чем это доказывает? Можно, я вам суд, мы не отрицаем о том, что между странами был заключен договор по продаже розничной, в частности, гелевых ручек. Извините, одну секундочку. Вы просили уточненное приобщить с расторжением договора, да? Нам его не дали. Возражение, пожалуйста. Не возражаете против приобщения, извините, пожалуйста, что я вас прервала. Да, вы, это возражение, вы же сказали, секундочку, уточненное. Это возражение, но спросительная часть, да, да, да. Подписано оппоненту. Не возражаете, да, на документ приобщите. Пожалуйста, извините, что перевел. Не возражаем относительно того, что между странами был действительно заключен договор розничной купли-продажи. Как ранее пояснил представитель листа, мы, видимо, не понимаем толкования материального, ну, как следствие, наверное, и процессуального права, видимо, как и Верховный суд, и Первый Конституционный суд. Я у своих возражений отразил оппозицию. В частности, у нас есть, конечно, замечательная статья 18 законности про потребителей, где указано, что по требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар недлежащего качества. Как следует из видеозаписи, о которых ранее тоже уже указывалось, истцом, ну, по соцсетям это, да, естественно, разлетелось, там, как красиво все было сказано, вот. Продавец изначально не возражал относительно возврата денежных средств, ему указали лишь, верните, пожалуйста, товар, прям тут же на кассе, мы вам вернем денежные средства. На что, насколько я помню, из видеозаписи было сказано, я их употребил. Извините, пожалуйста, такого документа у суда нет. Ну, понятно, важно. Просто на данный момент у нас позиция такая у истца, что он их, оказывается, в ругодство спрятал, потом где-то я видел, что он их утилизировал. Тут еще выясняется, что он их как-то употребил орально-ректально, еще как-то я не знаю, потому что у всех свои фетиши. В этом ролике я вам расскажу, как правильно садиться на бутылку. На все. Ну, опять же, если у нас сходить из конкретного положения норм закона, в том числе гражданского кодекса, и уже далее идет у нас закон защиты прав потребителей, если мы немножко к теории государственного права вернемся, то последствия расторжения договора купли-продажи – это возврат сторон к изначальному положению. Соответственно, продавец отдает деньги, покупатель отдает товар. Ссылки на товар пищевого производства регулируются у нас немножко другим законом. Это закон об обороте и реализации пищевых продуктов. Пускай читают в сторону, может быть, когда-то придут к определенным понятиям. Аналогичная позиция у нас содержится в обзоре судебной практики Верховного суда, который не разбирается тоже в толковании норм процессуального материального права, а также в определении первого конституционного суда общей юрисдикции от 25 до 26 до 20, вот вся практика свежая у нас. Тоже, видимо, эти суды не очень трактуют право. Следствием из нарушения прав потребителя является, соответственно, взыскание неустойки. Неустойка у нас взыскивается, если идет нарушение в плане неудовлетворения требований потребителя в досудебном порядке. В досудебном порядке, как у нас подтверждено материалами дела, есть ответ на претензии к нему. Также говорят, что, пожалуйста, верните товар, мы не против вернуть деньги, пожалуйста, не надо идти на конфликт. Но у нас сторона ИСА является общественным деятелем, блогером и так далее, ему надо поднять вокруг себя много внимания, поэтому надо же в суд обратиться. Поэтому мы здесь не видим оснований для взыскания неустойки по закону защиты прав потребителя. Далее, что у нас следует по списку? Это у нас идет моральный вред. Моральный вред, как мы сейчас услышали, никоим образом не подтвердил. У нас неестественный его представитель. Обращение в суд не является моральным вредом. У нас гражданский кодекс и закон защиты прав потребителей четко регламентируют, ну и в том числе обзоры пленума Верховного суда, что такое моральный вред, чем он подтверждается и так далее и тому подобное. Единственное, что да, у нас закон защиты прав потребителей подразумевает взыскание морального вреда в любом случае, если есть нарушение прав потребителя. Поэтому, если, уважаемый суд, сообщил, что в данном случае нарушение прав потребителя есть, да, мы полагаем, что возможно взыскать моральный вред с учетом положения дел и также с учетом положения статьи 10 Гражданского кодекса о злоупотреблении правами. В данном случае мы полагаем, что вся вот эта ситуация, доведение ситуации до суда, это является как раз-таки злоупотреблением права со стороны истца. И как это не закреплено у нас в законе защиты прав потребителей, и вообще в федеральных законах, это является так называемым потребительским экстремизмом. Далее, что у нас касаемо штрафа. Относительно и штрафа, и неустойки у нас федеральный законодатель предусматривает применение статьи 333 Гражданского кодекса и уменьшение ее. В данном случае мы полагаем, что даже если у нас признает суд обоснованным требованием истца расторжения договора купи-продажи, ну, в принципе, мы не возражаем относительно расторжения, и изыскания данных денежных средств, то просим суд снизить штраф, неустойку, моральный вред, ну, до разумных пределов, именно там до минимальных значений, потому что никаких нарушений со стороны ответчиков мы не видим. Ну да, ну да, пошел я нахер. То у нас касаемо оплаты услуг представителя. Как мы с вами понимаем, спор о защите прав потребителей – это распространенный спор, который не требует определенных каких-либо умственных познаний. Хватает буквально там скачать формальные исковые заявления, практики судебные тоже навалом, поэтому сложной судебной работы, претензионной работы, исковой и так далее, там подобное, здесь не предусмотрено. Таким образом, уважаемый суд, задам не отнимать ни у кого внимания, просим исковых требований отказать, но если суд сочтет данные требования обоснованными, соответственно, снизить размеры и неустойки морального вреда штрафа, а также судебных издержек до минимального значения. Спасибо за внимание. Прошу приобщить также возражения к тексту. Минемальные значения какие, по-вашему? Приложили что-нибудь? Уважаемый суд, нет, я не предложил, но, исходя из практики аналогичных дел по закону штрафа потребителей, это моральный вред буквально рублей 100, неустойка, естественно, не может превышать, во-первых, сумму проданного товара, но в данном случае она все равно, мне кажется, завышена, рублей 10 хватит. Соответственно, штраф мы тоже полагаем 10% от общей женской населены. Я про услуги представителя данной ситуации. А, услуги представителя данной ситуации. До 1000 рублей, уважаемый суд. Понятно. Вы полагаете, 1000 рублей чем-то... Более чем за глаза. А что-то ссылаетесь на... Конечно, там все он ими обоснованно, уважаемый суд. Как-то вы тогда все сократили из того, что обосновано. Нет, ну я не ссылался на тариф адвокатской палаты Тульской области, уважаемый суд. Ну, исходя из общей практики, да, то где-то 1000-2002 взыскивают по более сложным делам, а тут уж... Позвольте, уважаемый суд. Вы просто про разумность и неразумность указали? Да, уважаемый суд. Все. Все? Да. Пожалуйста, ваши вопросы есть к представителю? Да, да, позвольте. У вас есть? У меня много. У вас много вопросов? Кто из вас начнет? Давайте. Давайте. Тогда вставайте. Давайте. Позвольте, прошу. А скажите, вот вы... А вы предлагали за ваш счет возвратить товар Казанцеву? Это подразумевалось. Это подразумевалось. Пожалуйста, мы предлагали. Верните товар. Можно всегда договариваться. Никто ж не спорит. Я конкретно вопрос, уважаемый оппонент, уточняю. Вы предлагали за ваш счет вернуть товар Казанцева? Мы предлагали вернуть товар и вернуть денежные средства. Понимаете дальше, как хотите. За ваш счет. Я правильно понимаю? Да, пожалуйста. Да? Скажите, а где это отражено? Я правильно понимаю, что данные довды... Это отражено в законах защиты до потребителей. Пожалуйста, читайте. Подождите. Я правильно понимаю, что вы являетесь продавцом? Я не являюсь продавцом, я являюсь представителем. Представителем продавца все верно? Да, конечно. Вот, представителем продавца. Я правильно понимаю, что ваши доводы отражают ответ на претензию моего доверителя? Да, конечно. А, то есть там содержится, что мы предлагаем вам вернуть товар за наш счет? Там просто содержится. Мы предлагаем вернуть товар. А дальше можно уже решить вопрос, как это будет товар возвращать за наш счет, за его счет. Понятно. Это называется досудебный порядок урегулирования спора. Ясно. А скажите, пожалуйста, а в чем причина была обращения моего доверителя к вам претензионного порядка? Не знаю, может, конечно, не понравится. Я правильно понимаю, что вы представитель продавца, реализующего товар? Вы прибыли представляете, вы не знаете, я правильно понимаю вас? Может быть, мы что-то не знаем или в материалах дела отсутствует? Вы комментизируйте вопрос. Вы вопрос задайте. Не надо ничего понимать. У вас уже сложилась секундочка одна. Сложилась ситуация. Истец приобрел товар. Товар оказался с истекшим сроком годности. Никто не спорит. Никто этот факт не оспаривает. Он обратился к продавцам, тут же, как я поняла, пришел, пояснил им и попросил возврата денежных средств. Не вернули. Предложили возвратить товар. В ответе на претензию тоже пишут. Возвратите товар, мы вам деньги. Уже все сложилось. Что-то вот другое из этих документов, ну не следует. Вы что-то конкретный вопрос задайте, чтобы представитель мог ответить так, 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 так. А давайте оценку тем действиям, которые... Вот, пожалуйста, принес, все скажете мне, как вы считаете. Пожалуйста, вопросы. В данной ситуации только вопросы. А вопрос-ответ, вопрос-ответ. Скажите, я правильно понимаю, что набор гелевых ручек, приобретенный моим доверителем, вы считаете товаром ненадлежащего качества, проданного ему? Со стеревшим сроком годности, да, конечно. Подтверждаете данный факт, да? Это было подтверждено с момента покупки, с момента его обращения на кассу к моему доверителю. Скажите, а что вы производите с таким товаром, который находится, вот, находитесь с истекшим сроком? Дальнейше уже идет работа с поставщиком. Поясните состава суда. Я не обязан состава суда объяснить. Ну, то есть вы данный товар... У нас идет спор конкретно по проданному товару. Какая разница дальнейшая судьба этого товара? У нас не стоит вопрос относительно дальнейшей судьбы этого товара. У нас стоит спор о том, что был продан товар с истекшим сроком годности. Все. Значит, уважаемый оппонент, я правильно вас понимаю, что мой доверитель данный товар вам обязан был вернуть? Обязан, да. Ой, ну что же вы так реагируете? Но тем не менее, как мне вопросы дают, так я отвечаю. Тихонечко. Мужчины, пожалуйста, уважительно, относитесь друг к другу. Пожалуйста, спокойно. Если кого-то приход в суда, какие-то нервные клетки ваши заставляют будоражить, пожалуйста, какое-то успокоительное приняли. У нас спокойное судебное заседание. Мы не перебиваем суд, мы соблюдаем свой процесс. Пожалуйста, вот-вот-вот, эмоции. Что такое суд? Вот эмоции все убираем, задаем вопрос, получаем ответ. Нравится он нам, не нравится. Ты терпи, моя красавица. Впоследствии в премиях можете дать оценку, что вы не согласны с таким-то доводом такой-то стороны, потому что вы считаете вот так, и это основывается на таком-то-таком-то законодательстве. Все. Пожалуйста, Роман Владимирович. Перебила? Да, перебили. То есть я правильно вас понимаю, что Казанцев был обязан вам вернуть такой приобретенный товар с истекшим сроком годности, но тем не менее вы не знаете, куда вы в дальнейшем деваете такой товар? То, что он был обязан вернуть товар, да, он обязан. А куда его деваем дальше, я знаю. Единственное, я не обязан об этом говорить сейчас в процессе. А скажите, пожалуйста, правомерно ли поступили продавцы по отношению к покупателю Казанцеву, не вернув уплаченную им денежную сумму? Они потребовали от него также возврата товара. Исходя из судебной практики, тем более, что он только приобрел его, и, как он утверждает, он его употребил. Таким образом тригелевые ручки можно употребить, не отходя от кассы, вот это не для меня вопрос. А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что доводы употребления, утилизации и прочее подобное от этого товара с истекшими сроками могут лечь в основу решения суда? Немножко не понимаю. Ну, разница имеет, что он сделал с этим товаром с истекшими сроками? Употребил, выкинул, разломал? Да, имеет. Объяснюю, опять же, если отталкиваться от судебной практики позиции Верховного Суда, которые также толкуют неверные нормы материального права, то при невозврате товара ненадлежащего качества продавец вправе взыскать с потребителями основательно обогащение и по 308-й статье Гражданского кодекса еще и штраф. Скажите, а я правильно вас понимаю, что вы такой товар сначала считали, что он ему не подошел по каким-то причинам? Не могу сказать, как мы изначально считали, потому что я заключил договор о наказании юридической помощи своему доверителю только буквально недельного. Насколько я знаю, позиция моего доверителя была изначально о том, что они не возражали и более того, истоходя из просмотра моего видео, там не возражали продавцы верные денежные средства. Мы сказали... Ну, понятно, может, как-то лирическое отступление такое. Еще вопросы есть? Да, сейчас, уважаемый суд. Скажите, а я правильно понимаю, что мой доверитель часто приходит в Алекс и выявляет у вас товары с истекшими сроками годности. Суд рассматривает в рамках заявленных требований. Да, но мы уже просим, уважаемый суд, проявить... Я не знаю, как часто... Обязать... Прекратить Алекс. ...магазин Алекс с какими целями... ...с какой целью. А, ну то есть вы не знаете. Противоправные действия не должны производиться в силу закона. Все противоправные действия, не только юридически, но и браку... Мы просим частное определение или что-то проявить в отношении этого Алекса. Действительно, недопустимо. Это носит систематический характер нарушения. Даже если этого нету сюда? Есть. В открытых источниках новостные мы представим. Пожалуйста. Вопросы задавайте, пожалуйста. Только сам настоящего спора. Уважаемый суд, ну как-то не надо расстегивать, нагружать судебную систему. Да. Скажите, вы готовы от нас принять этот товар, вот эти наборы гелевых ручек, но за ваш счет? Да. Готовы принять? Да. Хорошо, тогда будут наняты специалисты, мы вам представим платежные документы, где будет произведен поиск таких ручек. Ну, то есть там... На помойке. Ну да, ну сколько, ну 1020, наверное, да? Вот мы разговаривали. Ну, тогда мы уже... Выгод рассмотрены с вопросами на злоупотреблении и правом. Секундочку, секундочку. Мы рассматриваем исковые требования о том, что ИСЦУ продали ручки с истекшим сроком годности набор. Набор. В наборе было сколько ручек? Три. И только в отношении этих трех ручек. А найти вы где-либо можете и миллион. Но это не имеет к этому делу. И доказать то, что эти ручки действительно проданы были Алексом и Анис с истекшим сроком, тоже надо будет. Но мы рассматриваем, еще раз повторяю, каждый суд, гражданское дело рассматривается строго заявленных требований. У нас есть истец, его права нарушены, у нас есть ответчик. Все. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот товар, гелевая ручка с истекшим сроком годности, могла ли соответствовать тем свойствам, как она была первоначально выпущена заводом-изготовителем? Ну, могла ли? Пожалуйста, отвечу на такой вопрос, что данный вопрос требует специальных познаний в области каллиграфии, в области обращения с гелевыми ручками и иными товарами, не пищевыми. Соответственно, я не обладаю такими познаниями. Данный вопрос вообще снимается. И даже он не доказывается, потому что уже доказано, что ж ручки проданы с истекшим сроком годности. А могли они быть употреблены? Могли они писать? Не могли они писать? Это вообще не является предметом данного спора. Они признают, что ручки с истекшим сроком годности. Да, не отрицают. В силу того, что они с истекшим, они не подлежали продаже потребителю. Все. А могут они писать? Не могут они писать? Может быть, они сами ими потом пишут? Это уже, это нас. У нас есть конкретный факт. Реализация некачественного товара. Да. Все, Роман Владимирович, только поэтому, пожалуйста, вопросы. А что-то наши из области, а могли или не могли? Нет. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Пожалуйста. Вот вы в возражении представили состава суда по оказываемым юридическим услугам моему доверителю. А скажите, а подобный спор, он каждодневный, что ли, по закону защиты прав потребителей? Во все суды... Просто характер спора вы понимаете? Характер спора, конечно, понимаю. Он каждодневный? Ежедневно во всех судах Тулы и области, если касаемо нашего региона, рассматривается огромное количество дел о защите прав потребителей. Это и пищевые продукты, и товары непищевого характера, и мебель, и техника, и транспортные средства. Все это регулируется законом защиты прав потребителей. Категория огромнейшая. Я правильно понимаю, что вы не согласны с моей компетенцией и представленным юроуслугам, раз возражаете вы за... Не согласен, конечно, у вас поправляет ваш доверитель. С чем вы, секундочку, с чем вы не согласны? С размером. С размером, с размером. Никто, ни чью квалификацию не подвергает сомнений. И у нас нет ни у суда, ни у ответчика, нет такого желания, права. Вот ваш истец вам доверяет, значит, все нормально. У вас есть человек, который оценивает вашу работу. И вот он оценивает вашу работу. Пожалуйста, ваши вопросы. Уважаемый... Пожалуйста, конкретный вопрос, конкретный ответ. Хорошо, спасибо. Уважаемый суд, я подготовил ряд вопросов, которые... Ответы на которые будут влиять на то, какие моральные страдания я испытал в данном магазине. Поэтому я буду задавать вопросы в рамках чисто ситуации, которая происходила в магазине, в рамках закона о защите прав потребителей, в рамках закона о сфере торговли. Пожалуйста. В вашем магазине запрещена съемка? Нет. Не надо снимать. Так, не надо на меня кидаться. Так, я охрану что вызываю? Вызывайте. Не надо снимать на... Давайте я тебя заведующих позываю. Давайте. Молодой человек, уберите, пожалуйста, телефон. Давайте мы с вами поговорим. У нас видеосъемка запрещена. Что говорите? У нас запрещена видеосъемка. Правильно ли я понимаю, что когда продавцы отказывают мне в возврате за просрочку, а магазин, где мне ее продали и предлагали мне приехать к вам в офис на Болдина, вы мне эти расходы на такси покроете? В бухгалтерию. В бухгалтерию. Угу. Все, я поняла. А дорогу не оплатят? В бухгалтерии на 18. А дорогу не оплатят до бухгалтерии? На каком основании ваши продавцы отказываются принять претензию покупателей? Нет, я вам претензию все оставлю, примите? Нет, я ничего не могу. Как то, что отказываются? Такие чувствуются. Ну, меня отказывали. У вас продавцы фоткают на свой личный телефон всех покупателей или только избранных, как я? Блин, удалите фотку, нельзя. Но в своих возражениях вы написали, что с истёвшим сроком опечатка. Целое слово опечатка. Я вас понял. Так, что я могу сказать? С изходным вытащенным заявлением дело откладывается. Так, что я могу сказать, что с истёвшим сроком опечатка.